Всем привет! Давно у нас на обзоре не было Honda. Вслед за Toyota RAV4 рассмотрим одноклассника. Итак, встречаем – Honda CR-V 3-го поколения. Начнём с небольшого спойлера. Honda CR-V 3-го поколения – это действительно надёжный автомобиль, пожалуй, самый не капризный и крепкий. Конкретно, CR-V 3-го поколения, который выпускался с 2007 по 2012 год, по словам многих владельцев, без каких-либо незапланированных замен и ремонтов может проехать более 200 000 км. Кстати, эти машины очень ликвидны на вторичном рынке. Однако годы идут, и они не щадят автомобиль. В этом обзоре мы расскажем обо всём, на что надо обращать внимание именно на неухоженных экземплярах Honda CR-V 3-го поколения. Куда надо смотреть, сейчас покажем. Как обычно, начнём с кузова. Лако-красочное покрытие на Honda CR-V типично японское, то есть тонкое и мягкое. И легко бомбардируется камнями, однако сколы краски рыжать не спешат. Вообще, металл очень хорошо защищен от коррозии. Но если грунт пробивается камнем, либо же водитель по невнимательности царапает какую-нибудь кузовную панель до металла, то рыжая коррозия не заставит себя ждать. Пластиковые накладки кузова, то есть по низу дверей и на колёсных арках, с одной стороны, защищают кузов от эффекта пескоструя, а с другой стороны, под эти неокрашенные пластиковые элементы набивается песок и протирает краску до металла. Нельзя сказать, что это коснётся каждой CR-V, но первые «жуки» именно появляются на границе с вот этими пластиковыми элементами. Также стоит поглядывать за уплотнением верхнего края лобового стекла. Во-первых, важно, чтобы оно здесь было, а во-вторых, важно, чтобы оно плотно прилегало, потому что под это уплотнение попадает грязь, влага, песок и так далее, и коррозия появляется там. И сколы краски от камешков здесь ни при чём. Часто коррозия появляется на крышке багажника Honda CR-V, причём в гарантийный период её, то есть крышки, очень часто перекрашивали. В общем, на заводе что-то не досмотрели, потому что появлялись хаотичные точки ржавчины. Также на сегодняшний день можно наблюдать вспучивание краски на задней крышке багажника, причём вдали от каких-либо краёв и стыков. Сегодня же опыт эксплуатации показывает, что коррозия часто появляется под хромированным молдингом задней двери. Если машина эксплуатировалась во влажных солёных зимах, то жуки в этом месте будут очень крупными. Они появляются по краям отверстий под плафоны подсветки номера и потихоньку лезут наружу. Кстати, в таком случае стоит снять внутреннюю накладку задней двери, скорее всего, коррозию найдёте и под ней, то есть с изнаночной стороны двери. Также краска может вспучиваться возле боковых упоров задней двери. Ещё добавим, что уплотнения плафонов заднего номера слабенькие и через них попадает влага внутрь задней двери. Всё зависит от количества этой влаги, но в большинстве случаев все технологические отверстия внутри двери будут поражены коррозией. Ещё слабым местом можно назвать периметр пластиковой накладки задней двери. Здесь располагается ручка-выемка для её открытия. В эту горизонтальную щель попадает вода, грязь, соль и реагенты и вызывает коррозию. Так вот, по-хорошему это всё надо засиликонить, чтобы сюда ничего не попадало. Если Honda CR-V знакома с сырыми зимами, то коррозию можно будет обнаружить и в задней левой колёсной арке, а именно за кожухом, который прикрывает трубку от горловины бака. Трубка пластиковая, и она не ржавеет. А вот кожух собирает всю сырую грязь, которая и проедает со временем кузовной металл Honda. Ещё у CR-V встречаются трещины изнутри в задних арках. Но об этом мы чуть позже расскажем. Добавим, что из всей наружной фурнитуры Honda больше всего страдают датчики парковки. Мрут как мухи буквально 1-2 за одну зиму. Поэтому много неоригинальных производителей предлагают эти датчики по $15-30 за штуку. На нижнем крае двери багажника должна быть установлена уплотнительная резинка с кантом. И вот этот кант делает так, чтобы капельки вот отсюда не капали на голову, либо не заваливались за шиворот владельцу. Так вот, оригинальная такая резинка стоит $40. Но чтобы сэкономить, можно купить в строительном магазине D-образный уплотнитель. Также владельцы ещё используют уплотнитель для лобового стекла «Газели». Но такой уплотнитель очень жёсткий и обязательно протрёт вот этот пластик. Со временем у Honda CR-V могут появиться скрипы в районе передних дверей. Причём шум будет слышен на уровне ушей водителя и пассажира. Так вот, проблема заключается в том, что дубеют, твердеют вот эти уплотнители дверных проёмов. Опытные владельцы знают, что в эти уплотнители можно засунуть трубочку, которую можно купить практически в любом строительном магазине. Речь идёт о шланге гидравлического уровня. После этого шум и шуршание исчезают, но придётся хлопать сильнее дверями, особенно в зимний период, потому что эта трубка затвердевает. Новые дверные уплотнители стоят по $400, и их, естественно, никто не покупает. Пожалуй, вместо гидроуровня можно использовать силиконовую трубку. Она мягче, не дубеет на морозе и со временем не рассохнется. Ничего серьёзного в салоне Honda CR-V не случается. Добро пожаловать! У многих машин пришлось перешить подлокотник водительской двери. Его обивка под кожу лопается и рвётся вдоль по шву. Кстати, оригинальная обшивка продаётся отдельно за $140. Кстати, подлокотник передних кресел тоже протирается. Хром-эмблемы на рулевом колесе отшелушиваются. Новый фирменный логотип можно заказать из Китая. Иногда на верхнем дисплее бортового компьютера исчезают сегменты цифр или весь дисплей начинает мерцать. Это лечится пропаиванием контактов. Иногда умирает штатная магнитола. Это тоже лечится пропайкой резисторов. Ещё сухари в дверных ограничителях у Honda CR-V изнашиваются до основания. Их можно отремонтировать установкой новых сухарей. Можно купить за $50 штуку. Новые шлейфы оригинальные. Рулевой шлейф тоже не вечный. Обычно проблемы с ним сопровождаются зажиганием на приборной панели индикатора подушки безопасности. Шлейф можно ненадолго отремонтировать пайкой. Оригинальный шлейф стоит $85. Также в продаже есть много заменителей. После отключения 12-вольтового аккумулятора магнитола обязательно потребует пятизначный пин-код. Пин-код был нанесен на наклику и вклеен в сервисную книгу. Если пин-кода нет совсем, то надо связываться с дилером, и дилер бесплатно предоставит эту информацию. Но дилеров сейчас нет совсем. Если CR-V из США, то тогда пин-код магнитолы можно узнать на сайте по ВИН-номеру автомобиля и серийному номеру магнитолы. Есть еще специалисты, которые могут считать пин-код магнитолы, но это самый дорогой вариант. Чаще всего Honda CR-V встречается с двухлитровым двигателем и мотором объемом 2.4. Это мы говорим о бензиновых агрегатах. А вот если Honda CR-V привезена из Европы, то там может встречаться дизельный мотор N22. Так вот, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Если вы о нем не слышали и не знали, то обязательно посмотрите. А вообще, у Honda CR-V вот с чем хорошо, так это с двигателями. Двухлитровый двигатель очень надежен, слабых мест в нем практически нет от слова совсем. Мотор R20 мы еще не разбирали, но у нас есть подробнейший обзор на двигатель, то есть на его младшего брата, мотор R18 от Honda Civic. Обязательно обратите внимание на этот обзор. Традиционно моторы Honda предпочитают свою собственную масляную диету, а именно масло вязкостью 0w20. Хотя первоначальные инструкции предусматривали использование масла 10w40. Естественно, это для жарких стран. А вообще, каких-то специфических допусков к маслам нет. Есть просто оригинальное масло Honda 110 долларов за 4 литра. Моторы R20 совершенно не склонны сжигать масло. Жор масла обычно происходит из-за перегрева двигателя, в том числе и из-за засоренных радиаторов, а также из-за некачественного масла. И еще, каждые 40 тысяч километров придется поднимать клапанную крышку, чтобы измерить и по надобности отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Ничего сложного в этом нет. С помощью гаечного ключа и отвертки эти зазоры регулируются. При нормальном обслуживании цепь ГРМ выхаживает 300 тысяч километров. 2,4-литровый мотор относится к K-серии. В общем-то, суть та же. IFTEC есть, регулировка клапанов необходима, цепь в приводе ГРМ присутствует. Но вот эти моторы объемом 2,4 литра могут начать поджирать масло к пробегу в 200 тысяч километров. Ну, скажем так, эта проблема более распространена, чем на двигателе R20. Ресурс цепи ГРМ очень варьируется. Говорят, что у мотора K24Z4 для ЦРВ английской сборки цепь служит около 200 тысяч километров, а у чисто японского K24Z1 и, соответственно, у праворульных машин цепь ГРМ выхаживает до 400 тысяч километров, хотя разницы в каталожных номерах цепей нет. При растяжении цепь ГРМ начинает шелестеть. Чем дальше ездишь, тем глубже становится отметиной на шестельных распредвалах и коленвала. Тем дороже выйдет замена цепи ГРМ мотора K24. Если все шестерни изношены, то комплект запчастей вместе с цепью обойдется в 600 долларов и более. Еще компоненты системы вентиляции картера у этого мотора могут барахлить, что приводит к ускоренному загрязнению дросселя и вызывает другие неприятности. Клапан VKG у мотора K24, а он электронный, стоит примерно 130 долларов. Еще про моторы K24 говорят, что у него нежный выпускной распредвал. Были случаи выкрашивания металла с поверхности кулачков. Также говорят и про проворачивание вкладышей. Так вот, это происходит из-за использования некачественного либо же поддельного масла. А вообще преданный поклонник Honda и мотора K24 использует только масло вязкостью 0W20 и меняет его каждые 7500 километров. Также есть еще и люди, которые покушаются на более вязкие масла. Двухпедальные Honda CR-V оснащались 5-ступенчатым автоматом собственной разработки от компании Honda. Если вы не знакомы с конструкцией этой трансмиссии, то обязательно поищите видео на нашем канале. Кстати, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Мы выдаем по 6 интереснейших технических видео в месяц. Так вот, конструкция этого автомата очень похожа на МКПП, то есть там несколько валов. Но ничего общего с преселективными трансмиссиями у этой трансмиссии нет. Передачи там переключаются с помощью фрикционов, но нет планетарных передач. А двигатель соединен с трансмиссией-гидротрансформатором. Какого-то особого названия у этой трансмиссии нет, но у нее десятки модификаций. Вообще, конструкция простая и эффективная. И главное, полностью ремонтопригодная. Для успешной и долгой эксплуатации каждые 50 000 километров нужно менять масло. Фирменная Honda ATF Z1 или DW1 или аналог. Внешний фильтр меняется просто. Стоит около 40 долларов. А вот в 6-ступенчатой механической трансмиссии, которая сочеталась только с 2-литровыми моторами, масло надо менять каждые 80 000 километров. Для этого Honda продает масло Honda MTF. Ну а те, кто еще не подписан на наш канал, обязательно подпишитесь. Нам это очень поможет в продвижении. То есть, больше людей узнает про автомобили и про их техническую составляющую. В «АвтоСтронге» есть новые запчасти и очень качественные бэушные запчасти. Ну а мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Спереди и сзади в Honda CR-V закреплены датчики положения кузова для автоматического корректора фар. Так вот, датчики с подвеской соединены двухколенными тягами. Одно колено пластиковое и легко обламывается, если шарниры между тягами закоревают. Сами датчики не часто выходят из строя. Оригинальные датчики стоят 300 долларов, есть заменители по 40. А вообще, предложений по заменителям очень много. И, кстати, сюда идеально подходят датчики от Toyota Land Cruiser Prado. К сожалению, на нашем автомобиле датчиков не оказалось. Honda CR-V оснащалась системой полного привода собственной разработки. Здесь при необходимости подключается задняя ось. Муфта, которая это делает, устроена нестандартно. Помимо пакетов фрикционов здесь два насоса. Один насос приводится от карданного вала, а второй насос приводится от фланца заднего редуктора. Когда колеса обеих осей вращаются с одинаковой скоростью, то CR-V строго переднеприводный. Хотя, если верить инструкции, обеспечивается преднатяг муфты. 35% крутящего момента передается на заднюю ось. Пакет фрикционно сжимается, и муфта блокируется при появлении разницы в скорости работы насосов. То есть, когда колеса передней оси и карданный вал начали вращаться в быстрее ведущей шестерни заднего редуктора. Звучит скучно? Так вот так же скучно. Это всё на практике и работает. CR-V это вообще ни разу не внедорожник, и задняя ось подключается медленно и даже заставляет поволноваться, когда вы во дворе передвигаетесь на льду. Ещё замечено, что муфта подключения задней оси очень плохо защищена от воды. То есть, пересечение глубокой лужи может привести к тому, что вода попадёт в заднюю муфту. А ещё в этой муфте надо менять масло каждые 40-60 тысяч километров и желательно заливать оригинальное масло DPS-F. На заправку требуется 1,2 литра масла, поэтому приходится покупать две однолитровых канистры по 40 долларов каждая. Муфта DPS довольно-таки живучая, но без чистого масла может заскрипеть и захрустеть. А лучше такого не допускать, потому что корпус муфты является единым корпусом с задним дифференциалом. То есть, это единый узел с единой масляной системой. И сразу переходим к карданному валу. Honda CR-V третьего поколения ни разу не издок по бездорожью. И крестовины обе, и подвесной подшипник легко повреждаются влагой и грязью. Благо, проблема известна, и много неоригинальных производителей предлагают и крестовины, и подвесной подшипник. Колесные диски на Honda CR-V третьего поколения крепятся на шпильках и гайках. Максимальный момент затяжки 110 Нм. Если с этим переборщить, то шпилька поломается. Чтобы вставить новую шпильку в ступицу, надо ступицу выпрессовывать в переднем кулаке. Иногда сервисмены и владельцы этим не занимаются. Если на одном из поворотных кулаков или ЦАП этого кроссовера вы обнаружите запилы, то значит новую шпильку вставили без выпрессовки подшипника. Такой вандальный метод, когда запиливается и кулак, и новая шпилька, нередко используется. Распространенная проблема Honda CR-V третьего поколения и не только, а даже предыдущих поколений, это задние колеса домиком. То есть развал становится очень отрицательным до минус 6 градусов. Не совсем понятно, с чем это связано, но вроде как похоже на деформацию кузова. Даже замена пружин на новые не помогает сделать развал нормальным. Проблема настолько распространенная, что производители неоригинальных запчастей выпустили верхние рычаги тяги, регулируемые, с помощью которых можно устранить избыточный отрицательный развал задних колес. Эти рычаги тяги надо установить вместо штатных. Подвеска у Honda CR-V очень надежная и долговечная. Шаровые опоры передних рычагов меняются отдельно, соответственно, продаются отдельно за $70 оригинал и ходят очень долго. Сайлендблоки передних рычагов, задний сайлендблок стоит $120. Ходит очень долго, продается вместе с кронштейном. Вообще расходник передней подвески – это стойки стабилизатора по $40 за оригинал. В задней подвеске чаще всего приходится менять втулки заднего стабилизатора и его тяги. Нижний рычаг задней подвески Honda CR-V представляет собой хитрую конструкцию, а оригинальные сайлендблоки к нему отдельно не продаются. Весь этот рычаг целиком стоит около $300. Все его сайлендблоки можно купить по неоригиналу и поменять. Никаких проблем в этом нет. Как правило, быстрее всех рвется сайлендблок внутренний, то есть в точке крепления к подрамнику. Пары сайлендблоков каждой ЦАП тоже нужно покупать по неоригиналу и менять выпрессовкой. Передние ступичные подшипники, как вы уже поняли, запрессованы в поворотные кулаки, а задние идут вместе со ступицами. Передние оригинальные стоят $70, задние идут вместе со ступицами $200. Отдельно отметим, что приводные валы со шрусами у Honda CR-V очень дорогие. Счет идет на $1000. Шрусы выходят из строя из запорванных пыльников, так что следите за пыльниками. Да, есть неоригинальные изделия, но служат они не очень долго. Редкая, но известная проблема Honda CR-V – это трещины в задних колесных арках. Они появляются в нескольких местах. Горизонтально рядом с чашкой крепления пружины и амортизатора, вертикально, ближе к порогу. Еще иногда трещины образуются внутри, в самом верху, вдоль арки кузова. Вообще, по данной проблеме выпустили сервисный бюллетень от 2011 года. На самом деле трещины ни на что не влияют, разве что в них может появиться коррозия. В общем, трещины надо заваривать и устанавливать две детали, которые усиливают кузов. А вообще, все очень подробно описано в этом бюллетене. С годами Honda CR-V 3-го поколения нужно спасать от коррозии. С годами эта необходимость становится все острее. В остальном его надо просто хорошо обслуживать, и он не грозит глобальной поломкой какого-то дорогостоящего агрегата. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтрон».